В этом году лето не спешит вступать в свои права, а значит открытие купального сезона на реке Протока тоже пока откладывается. И причина не только в погоде. Во-первых, городской пляж после паводка еще частично затоплен. Вторая причина – вода в реке не соответствует гигиеническим нормам и требованиям. Почему сегодня использовать речную воду опасно для здоровья, нам рассказал ведущий специалист территориального отдела Роспотребнадзора Сергей Муковозов. Каковы микробиологические показатели воды в реке Протока и Кубань и можно ли ее использовать в рекреационных целях? В настоящий момент идет сброс воды из Кубанского водохранилища. И в связи с этим микробиологические показатели воды в реке Протока и Кубань резко ухудшились. В настоящее время по результатам исследований от 1 июня общекалифорные бактерии составляют 2000 единиц в 100 мл воды, а термоотолерантные калифорные бактерии 2500 единиц в 100 мл воды, что свидетельствует о загрязнении речной воды. И использовать эту воду в целях рекреации, то есть купаться для рыбной ловли, конечно, нельзя. Что значит термоотолерантные и калифорные бактерии и чем они опасны? Общекалифорные бактерии, они это громотрицательные микроорганизмы, они объединяют несколько видов бактерий. Это эшерихиаколия, энтеробактер, цитробактер. Это бактерии группы кишечной палочки. Если вы знаете, что эти микроорганизмы выделяются с фекалиями животных, птиц, человека, и свидетельствуют, если они находятся в речной воде, то они свидетельствуют о загрязнении. До какого времени будет действовать запрет на использование воды? Термоотолерантные и калифорные бактерии, это бактерии чистокишечной палочки, но они отличаются несколько по ферментативным свойствам, они обладают способностью сбраживать лактозу при температуре 45 градусов, поэтому называются термоотолерантные. И они, вот эти микроорганизмы, свидетельствуют именно о свежей фекальном загрязнении речной воды. Мы осуществляем контроль ежедекадно, только показатели речной воды улучшатся, достигнут гигиенических нормативов. А, естественно, об этом будет проинформирована администрация города и района, естественно, население также.